Вечерний Киев Всем привет! И с вами я, неугомонная Монро. Это Метроград, где ежедневно тысячи киевлян и гостей столицы совершают покупки или просто глазеют по сторонам в поисках счастья. Я не исключение. Сегодня я постараюсь выяснить, любят ли они мой родной Киев, как люблю его я. Вперед из песней. Вы знаете, кто основал Киев? Ну да. Кий, Щек, Хариф и их сестра Лыбедь. Они были то есть братьями? В смысле, Кий, Щек и Хариф, да. Лыбедь нет. Явно, но она сестра. Кто основал Киев? Ой, не знаю. Кий, Щек, Хариф и их сестра Лыбедь. А их было трое. Они четверо. А, ну и девушка. Ох, вот это я не знаю. Кий, Щек и Хариф. А сестра была? Я думаю, да, Лыбедь. Как вы думаете, чем она занималась? Вдохновляла братьев. А обычно женщины любимые вдохновляют? Ну, вот рядом была сестра. Владимир Великий крестил Русь, и, ну, так скажем, вот это было началом, так скажем, восстановки Киева. Ну, а Киев вообще восстановили, ну, это и трестак братьев, братья и сестра Лыбедь ихняя. Ух ты, блин. Киевляне, наверное. Чудесно, вообще, может быть, потрясающий ответ. А сколько лет назад? 1530 лет назад был основан Киев. Ну, я знаю, что Киеву где-то 1575, ну, где-то так, лет. Ну, я думаю, это давно было, где-то в веке 15, может быть, может, раньше. Это все ориентировочно определено у нас. Скажите, где находится душа Киева? Ну, наверное, на Андреевском. А сердце? На Крещатике. Где находится сердце Киева? Печерская Лавра, я бы сказала, на Майдане. Я думаю, на Андреевском спуске. А вот его душа? На Подоле. Вот душа и сердце отличаются чем-то? Нет, это, наверное, одно целое, то есть вот душа и сердце, это как бы две составляющие друг друга. Душа Киева где находится? Сердце киевлян. А душа? Мне кажется, где-то в районе Андреевского спуска. Где находится сердце Киева? Сердце Киева? На сердце. На сердце, вообще чудесно, кстати, я там живу. А душа? Душа? Душа, наверное, на Крещатике всегда. Душа Киева находится на Софиевской площади. А сердце? Сердце на Михайловской. Какой бы вы сувенир привезли своим родным и близким из Киева? Ой, сегодня во многих сувенирных лавках были. Вот, много всего красивого видели. Очень нравятся вышиванки, очень нравится, очень красиво. Ну, какое-нибудь плетеное что-нибудь из соломы изделия. Надо прогуляться по Андреевскому, посмотреть и выбрать что-то более-более такое теплое, душевное. Символика тарелочки эмалированная, разукрашенная, магнитики – это классика. Таких сувениров много на Андреевском спуске. Ну, например? Ну, может быть, это футболка с какой-то национальной символикой. Что-нибудь, наверное, этническое. Какой сувенир? Сало. Отлично, Валентина. Украинскую водку. Решен. Киевский торт. О, кашлан. Мне всегда было интересно, что они обычно слушают в своих плеерах, а также гаджетах, точнее, наушников, что у них такие лица мрачные. Друзья мои, включайте веселую музыку. Например, Алену Апину. Ксюша, Ксюша, Ксюша. Киев. Омега Болис. Если вы хотите удивить своих друзей, которые живут за границей, точнее, за пределами Киева, пойдемте. Что-то я совсем уморилась в поисках киевлян и гостей столицы, поэтому присяду, отдохну. О, привет, сестра. Как тебя зовут? Какая-то она молчаливая. Уважаемые киевляне, я надеюсь, вы понимаете, что Киев – это ваш родной город, и только от вас зависит его благосостояние и чистота. А дорогие гости столицы, не забывайте, что вы в гостях. Балуйте себя и своих близких. Увидимся в Метрограде. Чао-какао.